МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, люди! Добро пожаловать на «Принцип Гольдерба». Рад вас всех видеть. Желаю вам хорошего вечера сегодня, хороших выходных завтра и послезавтра. Побудьте дома, побудьте семьями. Передайте себя своим близким. Сегодня у нас 24-е, а завтра 25-е, день рождения президента. Ну, как бы заранее не дарят подарки, но поздравить, наверное, можно, поэтому, пользуясь случаем, я предлагаю поздравить с наступающим днем рождения нашего президента Владимира Зеленского и пожелать ему войти в историю. Войти в историю Украины хорошо. Не как Порошенко, не как его предшественники. Сделать что-то хорошее. Он много декларировал, много обещал, много рассказывал. Вот дай ему Бог не забыть это, дай ему Бог реализоваться, дай ему Бог это исполнить. Это ведь нужно всем нам, всей стране. Так получилось, что он Божьей волей и нашим голосованием стал президентом, и он ответственный теперь за десятки миллионов судеб, за судьбу целой страны. Поэтому пусть Бог его умудрит, а он пусть старается. Пусть старается, по-честному старается, не обманывает в первую очередь сам себя, потому что, судя по его последним высказываниям, поездкам, складывается впечатление, что он верит своему хитрому окружению и начинает погружаться в какую-то непонятную теплую ванну. Но давайте теперь по порядку. Мы с вами договорились, что в программе «Принцип Гольдерба» мы будем очень внимательно разбирать ситуации, которые сложились в Украине или за ее пределами, но касаются Украины и касаются нас с вами, разбираться, почему эти ситуации произошли, и самое главное, как надо сделать. Почему я на последнем акцентирую внимание? Потому что нам с вами в этой стране жить, и нам с вами в этой стране формировать власть, и нам с вами разбираться. Нам надо знать, как мы должны делать. Очень важным событием, которое было на этой неделе, была поездка президента на экономический форум в Давос. Это на самом деле важно, это крутая штука, Давос. И вот поехал туда президент наш. Набрал делегацию. Ну, назвать этой делегацией сложно, это больше на какой-то кагал похоже. Объясню почему. Экономический форум в Давосе собирает первых лиц мира. Ну, допустим, уровень Трампа, уровень директора-распорядителя МВФ, уровень Сороса, то есть плохой он, хороший, злой гений или добрый, неважно, вот уровень людей, которые приезжают на этот форум от капиталистического мира. Это умные люди, это талантливые люди, это сильные люди, это люди, которые закручивают ситуацию во всем мире, не только у себя в странах. И вот туда поехал наш президент. Молодой, умный, завтра 42 года, красивый и очень артистичный. И взял с собой команду, человек 100, два десятка с лишним депутатов, набор министров, прости господи, коммерцы, еще там какие-то общественники, типа там борцов с коррупцией, ну, понятно, грантаецких борцов. И вот этот Кагал погрузился в самолет и полетел. Они говорят, правда, что они за наши деньги не летали, но я в это не верю. Я уверен, что порядка полумиллиона наших с вами бюджетных денег они потратили на это покатайся. Итак, Трампу, Соросу, МВФу, принцу Чарльзу, по-моему, главе Люксембурга, главам других европейских стран. Наша страна противопоставила вот эти милые лица. Вот этого, не знаю даже, с утиной мордочкой на лице. Вот человек на самокате. Вот человек с пистолетом в ковбойской шляпе. Вот забавный персонаж, который... Господи, прости, козявки ест в парламенте. Милованов, о нем все знаете. Министр экономики, который сказал откровенно, я вообще не понимаю, не люблю экономику. И книжки не читаю. А премьер-министр на самокате заявил, что он профан в экономике. И вот этот народ поехал на Довозский экономический форум. Делать... Ну, зачем он туда вообще едет? Что-то хорошее для Украины сделать, да? Сделки какие-то заключить. Сказать, что Украина классная страна для инвестиций. Ну, по ходу пьесы президент остался воином одним на фоне всего вот этого паноптикума. А вот с кем им пришлось сталкиваться, видите? Канцлер Германии Меркель, секретарь НАТО, Дональд Трамп, Дуда, ну бог с ним, с Дудой, Билл Гейтс, глава Еврокомиссии, генеральный секретарь ООН Гутерреш. И вот с утиной мордочкой. Мелота. Ну, за Украину поехал болеть. Что сделали? Выступил президент. Выступил, кстати говоря, выступил эмоционально. Он умеет выступать эмоционально. Выступил, сказал, мол, давайте нам инвестиции. Его премьер Гончарук сопроводил это тем, что для инвестиций в Украину все условия созданы. Главное сказать слава Украине, героям слава. Ну, вот таким образом он заманивает инвесторов в Украину. Президент выступил. В чем он допустил ошибку? Он сразу же начал давить на жалость, делать то, что делал раньше Порошенко. Он решил говорить о том, что вот оккупация, территории забраны и так далее, и тому подобное, не работает международное право. Эти факты сегодня никому не интересны. В мире. Мир изменился. Все стало не таким, как было когда-то. Нет больше такого международного права, которое было. Принципов нет. Все гибридное. И нытье Украины на международной арене в последние шесть лет вызывает у Европы и у крупных тузов отвращение. И это была большая ошибка президента. Вставлять подобные вещи в свой доклад не нужно, не поможет. Уже другие фавориты в гонке в мире. Это раз. Два. Интересная позиция. А, на что хочу обратить внимание. Покажите. О, прекрасно. Смотрите. Выступает наш президент. Наш с вами. Мы его избрали. 73% украинцев избрала Зеленского. Он привез туда целый самолет. Вот этот паноптикум. Я вам показывал его. Самокатников, миловановых, козявок, уток. И всех на свете. Я фамилии даже не буду перечислять. Они вызывают улыбку. Грустную. Он привез туда целый самолет людей. А вот зал. Вот зал. Вот выступает мой президент, ваш президент, наш президент, украинский президент. Смотрите. В зале 3, 7, 10, 15, 20, 23, 24 человека. И сзади кто-то еще ходит. Хотя, по логике вещей, там должен быть сидеть как минимум весь набор украинской делегации. Ради уважения. Уж если они ничего не понимают в докладе президента, хотя бы должны были сидеть, молчать и слушать. Но даже на это не хватило ни возможностей, ни желания. А ведь это пренебрежение авторитетом Украины, авторитетом президента. И его поступки типа того, как он простил премьера, который готовил против него заговор, говорят о слабости. Если бы он, возвратясь сюда, разогнал весь этот Кагал, в том числе за то, как они готовились к Довозскому форуму за то, что они не сделали ничего полезного в адрес страны, за то, что они неуважительно отнеслись к докладу первого лица Украины, они, представители Украины, можно было бы говорить хоть о каком-то порядке вещей. Вы сами видите. Их нет. Им неинтересно, о чем вещает президент. Конечно, в докладе президента были серьезные ошибки, которые меня злят. Допустим, что это такое за преференции в адрес иностранцев, заходите к нам, давайте нам инвестиции, вам зеленый свет, вам няня там правительственная, которая будет вас опекать. Минуточку. А почему это иностранцам? И чем хвастается президент? О чем он говорит? Почему, по его мнению, наша страна прям вот хорошее поле для инвестиций? А у них один сленг. Мы продадим вам все. Мы продадим землю. Мы продадим предприятия украинские. Мы запустили приватизацию. Мы еще наберем кредитов. Мы классно разместим еще облигации государственного займа. Вы только под большие проценты, под 16, под 14 процентов. Во всем мире 4 процента. А наши проходимцы под 14 отдают. Конечно, такие спекулятивные облигации будут покупать. А мы с вами за них будем платить нашими налогами. Но почему-то я не услышал в докладе президента следующее. Мы пересмотрим отношения с Евросоюзом в пользу, потому что оно невыгодное, потому что квотирование заканчивается в течение первых двух календарных месяцев текущего года. И все, все квоты исчерпаны. Почему он не говорит о том, что это надо пересмотреть? Это дискриминационное антиукраинское соглашение. Почему он не говорит о том, что будут стоять справедливые как это так? В связи с чем Евросоюз отказался покупать допустим украинскую продукцию аграрного сектора? Курятину там резко отказался в нарушении норм. Где реакция президента? Почему об этом нельзя было сказать Давосе? Почему нельзя было сказать вот как мы для вас рынки открыли, вы для наших бизнесменов закрываете нафиг пошли? Но этого не говорится. Наоборот говорится ребят, да вы заходите для вас все преференции. Почему не для украинских предприятий преференции? Почему не хвастаются тем, что за полгода мы что-то сделали для собственного бизнеса? Ведь если ты не можешь сделать что-то хорошее для собственного коммерсанта, то ты нифига хорошего не сделаешь для иностранного коммерсанта. И они это отлично понимают. Почему не говорилось о том, что мы отворачиваемся от разрушающей страны стратегии, которую нам навязали превратить Украину в агродержаву, разрушить промышленность? Почему он не сказал, что мы не будем разрушать промышленность? Мы восстановим традиционные рынки Украины и с Россией, и с другими странами СНГ, потому что для нас это выгодно, потому что промышленность это высокая добавленная стоимость. Но этого ничего нет. Заходите, все продадим, все отдадим, возьмем кредиты. Это не то, президент. Так нельзя. У вас скоро день рождения, в конце концов. Что это такое? С чем вернулась украинская делегация из Давоса? С чем? Какую победу привезла? Договор о новом МВФ-овском кредите? МВФ враг Украины. И человек, который лоббирует интересы МВФ, в Украине такой же враг, он агент врага. Это агентура влияния откровенная. Кроме лжи Гончарука о том, что он умудрился Укрзалезницю передать в концессию немецкому железнодорожному концерну, а железные дороги Германии тут же это услышали и сказали не милите чушь, мы договорились исключительно вас консультировать. С чем еще вернулась делегация? Такое ощущение, что вокруг первого лица сомкнулось такое плотное вражеское кольцо, которое ну просто пичкает его опасной информацией и переворачивает все с головы на с ног на голову. Что там у нас? Я уже забыл. Есть слайды какие-то или что там? Кино? Нет, да? Не-не, это ну пусть висит. Это потом. О чем? А, да, кстати, вот, это же не мои слова. Вот задумайтесь, премьер-министр говорит, идите к нам с инвестициями, потому что если скажете слава Украине, героям слава, то у вас все будет хорошо. Включите это. Для того, чтобы быть успешным в Украине, для инвестора, вы должны знать только два, пару слов. Слава Украине! Глорик, если вы знаете эти пару слов, то точно вы будете чувствовать себя в Украине, как дома. повторить за мною слава Украине! Караул какой-то. А почему он так говорит? Ну, кроме того, что он профан. А знаете почему? Они за полгода вообще ничего не сделали для того, чтобы сказать можно было, что они изменили инвест-климат, бизнес-климат. Вообще ничего не сделали. Наоборот, они создали отягощение очередное для украинского бизнеса. не о чем говорить. И точно так же, по сути, фиаско закончилась следующая поездка президента. Хотя она должна была закончиться хорошо, она должна была правильно себя, она должна была показать правильное место Украины в мире. Это поездка в Израиль на 75-летие освобождения Освенцима Красной Армии. Вот с той даты считается дата Холокоста, скажем так. В этой ужасной трагедии погибло 6 миллионов, только 6 миллионов евреев, не считая миллионы других людей. И из них полтора миллиона евреев было убито на территории Украины. И убивали их нацисты и их местные приспешники, коллаборанты, нацистские преступники местного разлива, которые сегодня записываются в герои, имена которых даются улицам, проспектам, ставятся им скульптуры. Вот можете себе представить? В Украине, в которой убили полтора миллиона человек, деток, стариков, ставят памятники руководителям вспомогательной полиции, рассказывая о том, что эти твари были освободителями Украины, которые просто занимались уничтожением мирного населения, беззащитного населения. И казалось бы, президенту Зеленскому есть с чем туда ехать. Такое огромное количество людей погибло. Но есть о чем сказать и о важном, о очень важном, о хорошем. Ведь больше двух тысяч, почти три тысячи праведников народов мира живут в Украине. Это люди, которым Израиль присвоил вот это почетное звание за то, что они в годы войны, рискуя своей собственной жизнью, спасали евреев. Любым способом. Прятали у себя, подделывали документы, вывозили, перевозили, кормили, вытягивали из концлагерей. Три тысячи. Это одна из первых наших стран в списке праведников народов мира по количеству. Есть же чем гордиться, но есть что и осуждать, есть то, что называть вещи своими именами можно. И накануне этого уже парламент Зеленского, вот этим самым зеленым большинством так называемых слух народа, принимают постановление о праздновании в 2020 году нацистских преступников, эсэсовцев, полицаев, самых откровенных преступников. Организаторов Бабьего Яра, организаторов уничтожения людей в Ровно, в Дубно, это руководители полицейских подразделений организаторов дивизии СС Нахтигаль и Галичина. Израиль обращается с официальным письмом в адрес руководства страны нашей и говорит, что вы творите? Мы вас просим, пересмотрите это. Так нельзя. Вы же конченных негодяев пытаетесь произвести в Герои. На что Министерство иностранных дел подконтрольное президенту, это его зона ответственности по Конституции, говорит, мы самостоятельная страна, мы сами разберемся, кто у нас герой. Повесьте слайд, который вы вешали сейчас. Еще раз. Мы самостоятельная страна, мы сами разберемся, каких героев себе назначать. Это к слову о самостоятельности. Письмо из посольства одной очень большой страны в адрес генерального прокурора о том, кого посольство этой страны рекомендует назначить в кадровую комиссию прокуратуры. Еще раз. Посольство чужой страны нашему генеральному рекомендует, кого ему надо назначить, в кадровую комиссию прокуратуры. Это насчет самостоятельности. Конечно же, получив такую реакцию, президента Украины убирают из списка людей, которые выступают на этом мероприятии. Сейчас, минуту. Ну, давайте. Хорошо. Раз, звонок. Давайте. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел бы задать один такой вопрос. Вот наши так званые небедные люди в Украине, которые за 28 лет играбили, как король богателия. Почему они не хотят вкладывать в развитие краины, а еще осуждают, что президент поехал искать средства для развития краины в стороне? Можно дать ответ? Я думаю, что многие из них не верят в будущее Украины, они слишком некисло ее грабили все эти годы, для того, чтобы им верить в то, что здесь дальше будет все хорошо. И многие их капиталы вывезены, вы отлично это знаете, и так называемые иностранные инвестиции, которые шли сюда, это, как правило, деньги, украденные из Украины и возвращенные сюда под те или иные бизнес-проекты. Вот такой ответ. А что касается его поисков денег, так деньги здесь надо искать, а не там. и вы, пожалуйста, в этом не заблуждайтесь. Потенциал Украины огромен. И сами же его экономические сыщики говорят о том, что 60% украинской экономики находится в тени. Что надо сделать, чтобы тень убрать? Шторы раздвинуть, окна открыть, воздуху дать бизнесу, правила поменять. И можно играть тогда. Можно заниматься, а не уничтожать ФОПов, не навязывать неприемлемые условия, не повышать налоговые ставки. Есть чем здесь заниматься. Уже отлично понятно, что работа с так называемыми международными кредиторами типа МВФ губительна для Украины. Откровенно губительна. Такой ответ. Я продолжу тему. Ему отказывают в выступлении, но он мудро делает, что все равно приезжает туда. Он приезжает туда, но не участвует в собрании и говорит о том, что есть прямая речь он не участвует в мероприятии, он говорит о том, что мы свои места отдадим узникам концлагерей, тем свидетелям Холокоста, которые были. Давайте. Дальше 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 Мені здається, що це питання організації цієї церемонії с вами не про те, що я президент якихось важливих церемоній. Тобто питання про людей, ми тому віддали квитки. Дальше люди не змогли потрапити вчора. Я б не знаю. Ті, хто выживали, змогли, тому віддали квитки. Ми віддали квитки, тому люди змогли потрапити. Я не знаю, хто і зачем йому придумав цю версію, яка тут же була опровергнута Ізраїлем, в тому числі цієї організації Яд Вашем, які сказали, яка ерунда, зачем цинизм, зачем це лож, неужели ви можете себе представити, що на мероприятия, посвящённые Холокосту, не пустять людей, які пережили цей Холокост. Для чого це робить? Для чого по таким мелочам встревать? Зачем создавати себе такой імідж? І вже европейсько-израїльська преса, напичканна различними газетами, ну, скажімо так, не очень лицеприятного, толку лицеприятного характеру. На 2-й день президент встретился з прем'єр-министром Израиля Нетаньяху, і в тому числе розказав йому о том, що двоюродні дедушки президента погибли, були убиті нацистами в ході Холокосту, а його родной дедушка воевав, громив нацистів, і браво, я аплодирую героическому прошлому нашого президента. Потому що, наверное, нет, да і євреїв, і русських, і українців, у котрохи не було б, як помните в пісні, «Нет в Росії семьи такой, де не пам'ятен був б свій герой». У всіх нас, деды і бабушки, як могли, мочили нацистську нечість. Но ведь це можна було правильно все сделать, правильно поступити, правильно сказати, правильно принять решение. Как же так? В Україні сегодня зигуючі марши, нацики, милітарні структуры, откровеннім, самым обычним ССівцям, які признанні преступниками на Нюрнбірському трибунале, їм открывають меморіальні доски, пам'ятники там, ліпят. Іх фамилиями називають проспекты і уліц. Відь це можна все змінити. Тем більше, є закон о дінаціфікації. Але получається так, що за коммуністическу чи соціалістическу символіку людей тянут в тюріми, а за нацистські зігі, за їх свастику, п'жалюстя, нет проблем, наоборот, тя ще й похвалюють. Тя ще й похвалюють. Тому подобна поїздка, котря могла би бути поїздка качественна і повісить рейтинг президента в международному сообществі, вишла комом. І я считаю, що президента в даному случае, як минимум, підставило Министерство іностранних дел. І ему стоїть розбираться з тим кабінетом, который он создав. Ведь із-за него прошли эти люди в кабінет министрів. Вот такие дела. Звонки есть? Ну так включайте. Алло. 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 Добрый вечер. Здравствуйте. Это Константин Киев. Здравствуйте, Константин. Я очень доволен с вами пообщаться. Это Коммунистическая партия Украины. Ми вас поддержимо во всіх отношеннях. Якщо хотите знати, мне бы хотелось определитися, так, какое ваше отношення к тем структурам, которые борются за права человека, которые, как говорится, в возмутительной степени относятся к этим, как говорится, другим массам, которые за последнее время происходят на нашей прекрасной земле. Мы хотим вернуться в нашу советскую Украину, строить ее в конце концов, создавать научный потенциал. Я представляю коллективы большие Академии Наук. У нас самый старый президент Академии Наук. Нам необходимо поднимать прикладные науки, создавать Академгородки, создавать новую структуру инновационной деятельности, поднимать промышленность, экономику. Я рад вас слышать. И как вы относитесь к моим вопросам? Я отвечаю на ваши вопросы. Потенциал Украины огромен. Не зря несколько лет назад сюда завели несколько правительств, которые работали на то, чтобы разрушать этот потенциал. Сегодняшнее правительство продолжает их деятельность, разрушает этот потенциал. Потенциал огромен в головах, в сердцах, в знаниях. И все это сегодня рушат. Вы же посмотрите, в школах не обязательно начинаются точные науки. Министр образования без образования говорит о том, что точные науки ни к чему, это не важно. Естественные науки не надо, ни химия, ни физика. Зачем? Детям надо знать, что такое гомосексуализм, лесбиянство, ЛГБТ. Это надо. А это оттуда все идет. А что такое физика и химия? Ну, зачем им это знать? На что это направлено? Я напоминаю, в свое время Розенберг, который был от Гитлера управленцем восточных территорий рейха, оккупированных, говорил, он вторил Гитлеру, он говорил о том, что оставшиеся, оставленные нами в живых украинцы для обслуживания интересов арийской нации должны будут уметь читать и считать, писать не обязательно. Разве сегодня не это исполняется? Разве продажа земли не это же шоу? Те войну вели, чтобы ее захватить и вывозили в эшелонах черноземы украинские к себе в Германию, а сейчас пожалуйста эти хотят взять все и распродать. Где украинская промышленность? Почему об этом молчат? Почему они в Довосе об этом не говорили, что только за год минус 10% индекса промышленного производства? Почему об этом не говорят? Почему не говорят, что промышленность перестала быть и для нее закручивают гайки, повышают тарифы, повышают цены, закрывают границы, не борются за нее? Разве это случайно? Разве случайно, что авиастроение к чертовой матери все попродавали? И это случайно? Я не верю в такие случайности. Они слишком комплексные. Это сделано намеренно, к сожалению, и делается до сих пор. Я не верю в возврат в старое. Не будет советской той Украины, которую вы сейчас озвучили. Мы живем в 21 веке. Все было. Да, можно привести хорошие цифры. Допустим, при том же Щербицком, да, Щербицкий, секретарь КПУ Украины, за время его правления население в Украине увеличилось, по-моему, на 17 миллион. А сейчас на 20 уменьшилось за годы так называемой независимости. На 20. Мы сейчас к этому вопросу подойдем. Но были и темные пятна истории. Я возглавляю союз левых сил Украины. Хотя это площадка для всех левых, в том числе для тех, кто в коммунистической партии, в социалистической и в других партиях левого толка. Левая идея должна быть прогрессивной. Она должна учитывать 21 век. Те реалии, которые сегодня есть. Скажите, разве не левым человеком является украинский бизнесмен, который старается создать что-то хорошее, заработать деньги себе, накормить семью и более того, заплатить деньги и накормить тех, кто на него работает. И он под гнетом государственной машины с закрытыми границами, ведь по сути для него границы закрыты, он что-то старается делать. Он ли не левый? К чему веду? Я за прогрессивную мысль и за прогрессивные действия. Программа партии, я не хочу сейчас ничего рекламировать в политическом смысле, но кому интересно, программу увидите на сайте. Я ответил на ваш вопрос. Давайте. Алло. 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 Алло, добрый день. Здравствуйте. Добрый вечер. мне зовут Алексей. Здрасте, Алексей. А что смеетесь? Алло, Алексей. Вы чуть дальше от него отойдите, чтобы не фонило, ладно? Да, я понял, я понял. Говорите. Вот у меня вопрос. На вшанувание памяти Голодомора Украины приедет Путин? Спросите у Путина. Спросите у него. А что вы только о Путине спрашиваете? А что вы не спрашиваете о президенте Грузии? А? Что забыли, кто тогда был по национальности руководитель страны Советов? А что вы не спрашиваете об украинцах, которые участвовали в организации Голодомора? О латышах? Приедет президент Латвии? Что не спрашивайте об этом? Ну там целая толпа должна приехать. Если вы мое личное мнение спрашиваете, то это страшная ужасная трагедия, которая точно не была случайной. Все, я ответил. Давайте следующую тему ставим. Ну, пожалуйста. Станом на 1 грудня 2019 року в Украине живет 37 289 тысяч осіб. Про все поведомив министр кабинету министрів Дмитро Дубілет. За його словами, цифра названа без урахування непідконтрольних територій і громадян України, які проживають за кордоном. 37 мільйонів 289 тисяч осіб наявного населення на території України. На жаль, ця сума не включає тих людей, які постійно мешкають за кордоном та на окупованих територіях. Це та кількість людей, яка фізично перебуває на території України станом на 1 грудня 2019 року. Втім, такі дані аж ніяк не є достовірними, оскільки жодного перепису населення офіційно в Україні не відбувалося. Урядовці провели дослідження у довільній формі, яке не передбачено нормативними документами, та приблизно оцінили кількість населення за допомогою трьох методів. За кількістю абонентів мобільних операторів, за даними пенсійного фонду, за даними реєстрів фізичних осіб. Експерти публічного аудиту зробили свої розрахунки так само за трьома методами. За даними Держстату та Мінсосполітики, за обсягами споживання води в Україні та виробництва хліба. Як вказують громадські аудитори, цифри уряду завищені на 4 мільйони 650 тисяч осіб. Держстату 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 Итак, во-первых, повесьте, пожалуйста, слайд 4 откорректированный. Он у вас є. Во-вторых, Итак, Дубилет — это министр Кабинета министрів, человек, который создав, если я не ошибаюсь, имел прямое отношение к созданию Приват-24 системи. Это сын Дубилета, который управлял Приват-банком долгое время. То есть, очень талантливый юноша, хороший айтишник. Потом на таблицу посмотрим. Хороший айтишник, очень разбирается в технологиях и, по-моему, он имеет отношение к созданию монобанка. То есть, ума не занимать. Жизнь знает, наверное, отчасти. Но вот он решил посчитать украинцев по сим-картам. Бог его знает. Ну, у меня первый вопрос. Ну, у меня три сим-карты или пять. Вот здесь полно людей, у которых минимум два телефонных номера. Как можно по сим-картам считать? Тем более, они не персонифицированы. Мне кажется, это ошибка. Большая ошибка. Мы пошли по своему пути. Итак, Дубилет говорит, 37 миллионов. Вот представьте себе, 37 миллионов. В 91-м году в Украине было 53 миллиона. Сейчас 37 миллионов, по мнению Кабинета министров. Но и это не так. Сим-карта ошибка. Были старые методы, которые опробованы были еще немецкой разведкой в Первую мировую войну, когда считали по потреблению хлеба на душу населения. И погрешность была достаточно небольшая. И этими методами разведки пользуются до сих пор. Поэтому мы мудрить не стали. Мы посчитали по двум методам. По объему потребления воды и по объему съеденного хлеба. Господи, где мои записи. А, вот. Смотрите. мы пришли к выводу, что за несколько лет после Майдана, после Майдана только, количество потребления воды упало почти на 29%. И примерно так же упало количество потребленного хлеба. Я не буду сейчас говорить о каких-то глубоких формулах, не нужно. Но удивительно, что, посмотрите, по двум методам цифры почти одинаковые. разница в 100 тысяч. Видите? 32,3 миллиона и 32,4 миллиона. Стало быть, наш простой метод говорит о том, наш простой метод, составленный из двух методов, говорит о том, что, наверное, мы больше правы, чем считать людей по сим-картам, по телефонам. И я берусь утверждать, что сегодня в Украине проживает не 37, как говорит министр кабинета, а 32 миллиона человек. 32 миллиона человек. До Майдана больше 40. Сейчас 32. И процесс выезда людей из страны не заканчивается, потому что люди здесь разоряются, потому что люди здесь не востребованы, потому что правительство не просто допустило, а создало условия для роста цен в европейской прогрессии. То есть у нас продукты сегодня стоят столько же, сколько в европейских странах, и даже дороже. Поезжайте, посмотрите, и вы убедитесь в том, что я говорю. Но доходы людей в 10 раз меньше, чем в Европе. Люди, которые могут уезжают, тем более производства закрываются. Сельское хозяйство модернизируется, автоматизируется, то есть люди там особо не нужны. Вот и получается, что у нас зарплаты съедает только чиновный класс, только так называемые госслужащие. Причем съедают неплохо, все остальные лапу сосут. Поставьте, пожалуйста, слайды с зарплатами. Поставьте седьмой и восьмой слайд, пожалуйста. А вы пока, люди, просто подумайте, пока режиссеры ищут. 32 миллиона, не 37. Представляете, погрешность. Во-первых, что за свинство допускать пятимиллионную погрешность? Это же не купюры, не гривны, это люди, это жизни. Только за время правления Порошенко минус 2 миллиона пенсионеров. Поставьте седьмой, пожалуйста, слайд, потом восьмой. 32 миллиона за несколько лет минус почти 10 миллионов человек. Вот что такое либертарианство, вот что такое либерализм. Это маска для дикого разграбления своего же собственного народа. Вот зарплаты в Украине. Вот почему люди едут. Хирург 5 тысяч, учитель 7 тысяч, медсестра 4 тысячи, доцент, кандидат наук 7 тысяч, воспитатель 4 тысячи, минимальная пенсия 1600. А вот замминистра культуры подоляк какая-то 400 тысяч зарплата. Министр юстиции Моллюск 200 тысяч зарплата. Великий Милованов 200 тысяч, 220. Министр внутренних дел 190. А чем объясняются такие зарплаты? Это что за чушь такая? Что такого сделал министр юстиции хорошего для правового поля страны, что он получает такие деньги? За что? Ему мало этого? Ему мало обычного оклада? Ушел нафиг с должности, подал в отставку и все, значит не твое. Ты же шел, знал, сколько получает госслужащий. За что 300 тысяч или 500 тысяч заплатили в Минкультуре? Что такого они сделали? Что у нас с культурой стало? У нас культуры нет уже, ни поведения, ни людей. И у них культуры нет в первую очередь, раз они позволяют себе начислять 400 тысяч зарплаты, при 4000 зарплаты учителя сельской школы в 100 раз больше. Какая культура? О чем мы говорим? За что такие зарплаты? Для чего это? Это ли не разделение общества? Искусственное разделение. И ведь эти зарплаты из наших с вами денег. У меня вообще нет никакого желания платить налоги этой государственной машине. И я скажу искренне, я очень сильно сейчас думаю о том, как перестать их платить. Все эти годы я платил налоги. А сейчас я не хочу уже этого делать. Я не хочу кормить вот это шобла. Оно не сделало ни для меня, ни для моей страны ничего хорошего. Вообще ничего. Кстати, надо отдать должное этому пареньку Дубилету. Он единственный из вот этих непроходимцев отказался от премий доплат начисления и получает там что-то около 16 тысяч. Ну согласитесь, 16 тысяч на фоне заступницы министра культуры 400 тысяч. Ну это еще терпимо. Что это за пропорции? Что это за скотство? Мое глубокое убеждение заключается в том, вот мне звонил человек и говорил, где взять деньги? Как же быть? Как где взять? За эти пять лет окружение Порошенко разворовало государственную казну. Конфисковывайте у них деньги, обращайте их в доход государства. Речь идет о миллиардах денег. О миллиардах. Идем дальше. Все, что вы видите, вот эти начисления, по сути, это злоупотребление служебным положением. Возбуждение уголовных производств, конфискация украденного, а это такая легализация украденного. Вот где деньги. И другим неповадно будет. И так будем делать. Мы будем это делать. Те, кто сейчас считают, что они на хапке пришли, на вот этом хайпе слуга народа, залетели во власть, и один из них, негодяй, сегодня пишет в ради переписка, его журналист сфотографировал, он пишет по министерству здравоохранения, а, он замминистра, он говорит, здесь столько всего, что можно поцаревать, чтобы и внукам хватило, поэтому я уж как-то перетерплю. Вы понимаете, с какой целью эти негодяи поприходили к власти? Только с целью ограбить страну, не больше и не меньше. Добра от них ждать не надо. И это есть преступники, это есть враги народа. мне всяких сомнений, власть подобная поменяется и придет время, и вот этим придется откашлять назад все, что они забрали. Я уверен, что мы создадим строгий закон для таких людей. Мы не подведем тех, кто верит нам. Но возвращаемся к 32 миллионам. Люди уехали, многие из них уехали безвозвратно и сейчас готовят перевезти туда свои семьи. И задача высшей власти сделать все для того, чтобы люди перестали уезжать отсюда. Нам не иностранцев надо сюда звать, нам украинцев надо здесь задерживать, задерживать и не выпускать, создавать для них нормальные условия. Неужели это сложно придумать инфраструктурные проекты? Взять долбанные кредиты и не воровать их или не распылять их на облигации государственного займа? А вложить их в инфраструктуру? Дороги начать строить? Если ума не хватает, Милованов, я подсказываю. Начните дороги строить, мосты какие-нибудь, процесс пойдет, рабочие наши украинские подтянутся, деньги будут получать, деньги заработает процесс торговли, который сейчас рухнул, заработает торговля, заработает востребованность на производство, она заработает и так далее, заработает внутренняя экономика. Вот же, все же не сложно, другие страны это все делали. Нет, блин, он на самокате ездит, ну елки палки. Президент, отправьте это правительство в отставку, они их забудут, все это ляжет на вас, зачем вам это нужно? Ну вы же вроде бы лучше, мы же за вас голосовали, звонки есть? Пожалуйста. Алло? Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня очень важное вопрос. Как мне до вас обратиться? Володимир Черкаський облик. Добрый день, Володимир. Я хочу, чтобы вы помогли, чтобы вы то, что я скажу, постійно про это наголошили, потому что я расскажу про цинічную брехню как премьера, так и президента, как они озвучили. Я думаю, вы следовали, и, до речи, жоден канал про это не каже, мне очень обурливо, я не могу дозвониться, только вас могу дозвониться. Дивите, вы следовали, мабуть, что, премьер, когда представлял бюджет, он сказал, что будет пенсионерам, старше 80-ти, 80-ти, 60-ти, 70-ти, гривен, помните, нет? Нет, не помню, не помню. Премьер, президент, в ток-шоу 1 плюс 1, право на владу вышел и сказал, мы начинаем с 2020 года увеличивать пенсии пенсионерам. Начнем с пенсионерами старше 80-ти, потом 75-ти, потом 70-ти, и доплата будет от 400-ти до 1100 гривен. Это президент, их никто не тягнул за язык, они вышли и это сказали. У меня куча родственников, я зателефонировал всем старшим родичам, сказал, что ждите, будет. Через несколько дней я потом звонил на горячую лінію пенсионного фонду, никто ничего не знает, никаких постанов, законов, ничего нет, никто не знает, эксперты еще там сидят, не знали ничего, и я уже занервировал. Потом после Нового года зателефонировал, никто ничего не знает. И так, пришла период отремонти пенсии, никто, никаких 670, ни 400, ни 1100 не отримал, они просто збрехались. Вы понимаете, а в чём цинізм? Что ветерани войны, они могут выйти за себя, постоять, протестовать, за землю могут выйти, учители могут выйти с протестами, а пенсионеры старше 80 они не выйдут с протестом. Понимаете? Я не понимаю, какими неадекватами можно быть, чтобы выйти и сказать, что будет, ждите, и никто ничего не отримал. Можно мне вопрос, Володимир? Скажите, пожалуйста, человек, который уже за 80 и туда, ее век скорочивается, мягко скажу, так? Ну, проживая люди. Тому, звичайно, в цей цинізм вкладается еще цинізм в кубе, потому что брешучи таким чином, они понимают, что люди ждут, не дочекаются и уходят. В цьому есть самый великий цинізм. Я вам сказал ранее, что взагалі вся реформа пенсионной системы, которая была запроведена урядом Гройсмана и еще до этого разработалась Яценюком Порошенко, вона была спрямована на две вещи. Первое, уменьшение количества выплатных денег. Другое, шляхом скорочения численности пенсионеров. Физичного скорочения. И в них это удалось сделать. Наразі они делают то же самое. Так, но если ты знаешь, что у тебя дыра 50 миллиардов, то ты представляешь? Я про это скажу. Понимаете, мы их так матчем сейчас, морда их брехню. Понимаете, это рейтинг, почему брехать, что ты не будешь этого делать? Чи они, возможно, хотели в грудь сделать? На останний месяц? А сказали, мы начинаем подвищиваться. Я прошу вас это сделать. Берите синхроны, они есть, и показывайте, вот его слова, и он сбрехал, вот слова президента, и он сбрехал. Хорошо, я подумаю на тем, что вы предлагаете, я подумаю на тем, чтобы сделать целенаправленную передачу именно о фактах откровенного обмана со стороны высших должностных лиц. А в целом, вы говорите, о чем они думают, ну, там два мотива. Первый, после нас хоть потоп, вернее, два объяснения. И второй, там многих не прошибешь, там сы в глаза божья роса. Они не отягощены вопросами морали, там, еще чего-то, к сожалению. Я очень не хочу, чтобы, я очень не хочу, чтобы, ведь такие, как я, много сделали для того, чтобы Порошенко не смог пробраться во второй раз в кресло президента. И, в общем-то, благодаря нам, сформировавшим мнение в Украине о том, кто виноват в беде Украины, он не пробрался. И во многом благодаря всем нам президентом стал Владимир Зеленский. Я очень не хочу, чтобы он был олицетворением чего-то нехорошего. Вот не хочу. Но хозяин-барин, каждый выбирает свой путь сам. Каждый раз я предлагаю помощь, предлагаю поддержку со стороны всех левых сил, со стороны своего публичного аудита, своих специалистов. Мы готовы помогать чем угодно, мы не просим от них взамен ничего, мы готовы давать. Но вы посмотрите, кем он себя окружает. Это же не я ему этих засранцев, засланцев дал. Это же он сам их выбирает каким-то образом. Ладно, мы так не успеем. Ну, а как? Ну, хорошо, давай. Я просто хотел еще один пример привести. Вот вы сейчас говорите о пенсиях, а я другой пример приведу. Он очень немаловажный. Поставьте, пожалуйста, слайд с КПП на пересечении Донецкой границы. Шестой слайд поставьте. Вот смотрите, мы недавно, вернее, нам чесали по телевизорам по всяким там о том, что у нас соборность, что день соборности, единение и так далее. Контролируемый президентом парламент чествует нацистских преступников. Кстати говоря, за это постановление проголосовали те депутаты из восточных областей, которые пяткой себя в грудь били и рассказывали, как они против нацистов. А они проголосовали за это постановление, чтобы было понятно вообще, кто там в парламенте. Но это одно. Вот смотрите, это очереди, люди хотят к себе домой вернуться. Но люди же не виноваты в том, что Порошенко и все остальные закрутили вот эту ситуацию в стране, что беда эта вся произошла. Они же не виноваты в том, что так себя вели, что началась война. Это же власть, ей дана власть разбираться, делать что-то, принимать какие-то меры. Вот люди стоят на КПП, вот видите, очереди. Что делает министерство уже новое, Зеленского министерства? Оно выносит в конце, это же у нас соборность, мы же все единые. Оно выносит в конце, это министерство справок ветеранов, это там, где бывшего замминистра за взятку приняли, оно видно, у них там все пороблано, гад на гаде. Оно выносит приказ, которым, вот в ноябре того года, которым разрешает теперь людям, пересекающим вот эту линию разграничения, которые едут в Донецк, к себе домой, вывозить отсюда не больше 20 тысяч гривен. 20 тысяч гривен. Вот мои родители ездят к себе. Слава Богу, там, мы, другие там, семьи, мы можем помогать родителям. Чем объяснено, что они могут вывезти с собой только 20 тысяч гривен? Что это за издевательство? А заплатить за дом, заплатить за что-то еще, денег же этих не хватит, цены растут кругом, и здесь, и в ДНРе, и в ЛНРе, кругом. Зачем выдумывать такое постановление? Для чего это гадство? Для того, чтобы обыскивали сумки, переворачивали, забирали кошельки, пугали тюрьмой, рассказывали о том, что если ты 21 тысячу гривен везешь, ты финансируешь террористов. Понимаете? Единокраина, блин, соборность. Я уже не говорю о закрытии русскоязычных школ, ведь проголосовал за этот гадский законопроект зеленый парламент. И на минуточку оппозиционеры, так называемые, из-за жопа, утрымалось, они не стали голосовать против. Ой, а что так? А потом все выступили с гневным обличительным дискутом о том, как же так? Ой-ой-ой. При этом не стали голосовать против. Там у одного или у двух совести хватило. Это тоже соборность наша. Все в кавычках. Ладно, давайте звонки принимать, люди говорить хотят. Алло. Алло. Давайте другой. Есть? Вот есть. Давайте. Алло. Алло. Слушаю. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Я в эфире? В эфире. У меня 4 минуты. Быстрее, пожалуйста. Я на предыдущую тему хочу задать вопрос по поводу визита Зеленского в Израиль. У меня такая мысль. А может, Зеленский летал в Израиль для того, чтобы встретиться с Путиным где-то в таких местах, где никто не видит? Может быть. Все сейчас говорят о том, что они не встретились с Путиным, что встреча не состоялась. Но я вам хочу сказать, что в таких ситуациях целесообразно использовать время и место для того, чтобы усилить, улучшить имидж своей страны. В данном конкретном случае имидж страны не был ни усилен, ни улучшен. Не получилось там, надо было пробиваться в другом месте. Я имею в виду в качестве красивого, легитимного участника, представителя страны, которая претерпела и от Великой Отечественной войны, и от Второй мировой войны, и от Холокоста. Но и это не получилось. Это плохо. Еще есть звонки? Принимайте. Алло. Алло. Я хочу спросить, что у нас на Украине забывают о больных онкологических. У нас ребенок больной за половину и годика сейчас не будет. Никто нигде не предлагает какой-то кроме богачей. Видите, из Германии, из Израиля лечат, лечат. А за такие деньги, которые лечат, у нас нет таких средств. Понимаете? Нет, я не понимаю, почему так. Это ужасно. и я не понимаю, почему так. Потому что, если на эту табличку с зарплатами посмотреть, то эти негодяи в Министерстве здравоохранения начисляют себе сотни тысяч. Они на свой аппарат начисляют миллионы гривен. А эти деньги можно было пустить на то, чтобы покупать бесплатные лекарства, на то, чтобы лечить детвору, на то, чтобы лечить людей. Я не понимаю, почему так. Ну вот, не понимаю. Я это могу объяснить только абсолютным отсутствием морали и жаждой дикого стяжательства. Я искренне считаю, что подобная политика есть политика преступная. Но сегодня я не представляю власть в государстве. Ни я, ни вы. Это очень плохо. И нам важно, чтобы мы смогли изменить ситуацию. Для меня капиталом в Украине являются люди. Чем богаче моя страна, тем всем будет лучше. Чем больше в ней людей, тем всем нам лучше. Все очень просто. Это обычные законы мироздания. Для этих целесообразно зачистить страну от лишнего населения. Вы сами видите цифры. 32 миллиона. Не 37, как Дубелет говорит. У нас разные полярные отношения к жизни. Я уверен, что когда мы зайдем во власть, когда левые силы будут представлены от местного совета до парламента, мы реконструируем эту страну. Тем более, что огромный потенциал в ней есть. Я так вижу свою задачу. Я постараюсь ее исполнить. Что у нас? Мы можем принять звонок или можем закончить. Как принимаем. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Принимаем. Алло. Значит, Виктор, Кировоградская область. Здравствуйте, Виктор, 30 секунд. По поводу того, что вы сказали, там было не население народа, а сумма. Да, я обратил внимание на то, что у нас людей вычисляют суммами. Я обратил внимание на это слово. Ну, откуда и банковские работники. Вот. Как я вот по поводу соединения плода с Востока. Еды, она только, что вы видели предыдущие фразы, то так их можно объединить. Вы ставите их платить за украинские телевидения, если они так смотрят. Они смотрят только российские каналы. А вы еще заставляете их платить каких-то там 100 гривен или еще сколько-то. Как вы думаете, это правильные шаги? Я не совсем понимаю, о каких 100 гривнах вы говорите. Я понимаю так, что мы граждане одной страны. И я понимаю так, что не вина миллионов людей в том, что произошло на Майдане и что произошло после Майдана. Я понимаю так, что так произошло. И если мы говорим о соборности, о единении, то надо делать это соединение, а не разъединять вот этими гадскими штуковинами страну по-живому. Вот что я понимаю, вот что я знаю, вот что я вижу. Ладно, мне говорят, что мой эфир окончен, я должен прощаться, я желаю вам всем всего самого наилучшего, пусть Бог хранит Украину и каждую украинскую семью. До встречи в понедельник в 21. Пока. Субтитры